Мы хотели бы помочь вам осуществить Божью цель для вашей жизни. Я чувствую это в своих костях. Я вас уверяю, это реально. Мы хотим прямо сегодня продемонстрировать служение Духа. Это мощное, это изменит весь мир. Сегодня у нас есть возможность достичь людей со всего мира для Иисуса Христа. С вами служение Love World. Господь, мы славим Тебя и поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за имя Господа Иисуса со всей вверенной нам властью и господством, со всей Его силой. Спасибо, что Ты дал нам это имя. И Ты сказал, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь во славу Бога Отца. Спасибо Тебе. На наших устах это имя имеет силу, и сегодня мы используем это имя. И в имени Иисуса мы имеем власть и господство на земле. Потому что все подчинено Тебе. «Все покоряется Тебе». Спасибо Тебе. Вся слава Тебе, Господь. Мы вечно славим нашего Бога. Мы прославляем Тебя. Аллилуйя, наш Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо, если вы стоите, можете присаживаться. Сегодня мы поговорим о чем-то совершенно чудесном. Благодарю вас, хор, вы великолепны. Вчера вечером я прочел вам несколько мест из Писания. Я хотел бы, чтобы вы внимательно поразмышляли над этими местами из Библии. По всему видно, что мы приближаемся к пришествию Господа. И нам крайне важно это понимать. В течение нескольких последних месяцев меня крайне беспокоит тот факт, что современная церковь пребывает в неведении о том, что касается пришествия нашего Господа. Это уже долгое время, не давало мне покоя, и даже в прошлом году я попросил пастора Панихина организовать программу, которая бы транслировалась на весь мир и касалась непосредственно пришествия Господа. Весь мир должен понимать принципы эсхатологии, науки о последних временах, потому что люди в этом вопросе невежественны. И вот несколько лет назад были некоторые служители, которые достаточно подробно обсуждали эту тему. И это реально помогло Божьему народу осознать, в какие времена они живут. Интересно, что несколько недель назад мы начали обсуждать, когда мы организуем такую программу. И мы подумывали, а может быть в сентябре мы хотели пригласить для этого служителей, которые сведущим в данной теме, которые подробно исследовали этот вопрос. Я даже сделал объявление о том, что в сентябре нас ждет программа о признаках последнего времени. Мы ожидали, что поговорим об этом осенью, но потом возникла вся эта беда. Пришел вирус, людей охватили паника и страх, а я просто хочу, чтобы вы поняли, что в духовной сфере уже до этого что-то начало происходить. Лично я был в духе крайне обеспокоен тем, что народ Божий не осознает приближение пришествия Господа. Но слава Господу, что то, что начало происходить во всем мире, заставило людей вспомнить об этом, вспомнить о том, что Господь скоро грядет. Если когда-нибудь у вас были сомнения по поводу того, что Он снова придет, вам даже не нужно заглядывать в слишком далекое будущее. Факты. О приближении Господа налицо. И каждый христианин должен приготовить себя к пришествию Господа. Его пришествие уже очень близко. Вчера на примере мест Писания я показал вам, насколько близки мы к этому моменту. Вы сами все видели. Сегодня мы еще посмотрим на некоторые вещи. и потом мы будем молиться. И завтра я хочу поделиться с вами еще кое-чем важным, потому что иногда мы говорим о том, о чем у нас уже есть достаточно информации. в Библии предсказано будущее народов. И то, что происходит сейчас, вовсе не должно вас удивлять, если вы знаете Писание. Это не должно вас удивлять, если вы читали Писание. Я уже не раз вам говорил, что моей целью не является идти в детали геополитических проблем в нашем сегодняшнем мире. В мире сейчас царит страх, и происходит много всего, но в мои цели не входит это обсуждать. И у меня есть на это причины. Потому что я не хочу использовать эту платформу для того, чтобы настраивать один народ против другого. Потому что мне дана очень большая платформа, чтобы обращаться к вам. Нас смотрят люди со всего мира, но иногда важно знать, что ждет вас в будущем. Это касается любой стороны. Где бы вы ни жили. Важно знать, что говорит Библия. Если вы христианин, вы должны начать служить Богу, вы должны воспринимать ваше христианство очень серьезно. Пора начать воспринимать вашу христианскую жизнь серьезно. Потому что то, что происходит сейчас, это одно из знамений. Это одно из знамений. И мы обсудим это. Я надеюсь, в один из ближайших дней, чтобы вы могли понять, что на самом деле сейчас происходит. Я считаю важным показать вам, что Библия говорит об Антихристе. Для этого вам понадобится открыть несколько мест Писания. Сначала давайте посмотрим с вами первое послание апостола Иоанна. Откроем вторую главу. И прочитаем с вами восемнадцатый стих. Тут он говорит следующее. Дети, последнее время. то есть он говорит, мы живем в последние дни. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Итак, что означает слово Антихрист? Это слово происходит от греческого антихристос. Слово Антихрист имеет два значения. Первое, и его передает нам наш язык, это тот, кто против Христа. Анти означает против. Но есть и другое значение. Тот, кто вместо Христа. Тот, кто занял место Христа. Эти два значения играют значительную роль в операции, которую разворачивает дух Антихриста по всей земле. В этом его две цели. Итак, первое значение это против Христа. И мы видим с вами, что на земле разворачиваются действия, направленные против Христа. Мы видим проявление этого. Мы находим больше информации о духе Антихриста именно в посланиях Иоанна. Но если мы посмотрим на оба значения одновременно, то мы еще больше увидим проявление в нашем мире того, о чем мы читаем в посланиях Иоанна и в книге Откровения. Не стоит также забывать, что Антихрист это личность. Это живой человек. Так говорит нам Библия. Антихрист это личность. Это не компьютер, а человек. Итак, Библия говорит нам, что он будет говорить, что будет сходить с его уст. Он будет богохульствовать. Он будет лукавым, и он будет проявлять удивительную силу. Он будет обладать экстраординарной властью, которой никто доселе не обладал в этом мире. Он будет иметь огромный авторитет во всем мире. Ни у кого в мире никогда не было столько власти. Если вы изучаете книгу Даниила и книгу Иезекииля, то там вы найдете информацию об этом человеке и его действиях. Слово Божие повествует нам о нем. Его описывают разными терминами. Он выступает как рог, как царь. и так далее. И также нам сказано, как именно он получит власть над этим миром. А еще нам сказано, что дух беззакония, который будет действовать в нем уже в мире. Его методы в принципе не такие уж и новые. Он выступает против Бога и намерен занять место Бога. Многие люди пытались это сделать, но на сей раз это будет сделано с большей властью и с более могущественной силой. Он будет контролировать весь мир в трех главных сферах. и Библия повествует нам об этом. Первая сфера правительства, вторая экономика и третья религия. Это часть его плана и много ему пока не удается. Потому что я уверяю вас в нашем мире активно участвуют Божьи ангелы по нашим молитвам что-то мощное происходит в духовном мире. Послушайте, мы не сами по себе в этом мире. О, да, я должен показать вам несколько важнейших мест Писания. Только недавно. Думаю, это было вчера. Я показывал вам место Писания из книги О-7, где сказано, что у церкви есть два дня, то есть две тысячи лет, с того момента, как Иисус покинул землю. Он сказал, оставляю вам место, это пустым. Оставляю дом ваш пустым. И с этого момента, до его пришествия, должно пройти две тысячи лет. Я это не сам выдумал, это говорит нам Библия. Пожалуй, нам придется вернуться и еще раз прочитать это место. Хочу вам показать несколько важных вещей. Осия, 6 глава. Я снова начну читать с первого стиха, потому что люди спрашивают, когда придет Христос. Он придет в конце эры церкви. я хочу уверить вас, что эра церкви длится две тысячи лет. Даниилу было открыто совершенно точно, сколько лет Израиль пробудет в пленении. Он знал, что пленение продлится ровно семь десят лет. И он знал, когда пришло время, что они выйдут из плена. И так же Бог сказал ему, чему должно произойти в будущем. О, мне так много всего нужно с вами обсудить. Очень много. Скажите, вы со мною? Ладно, к оси мы еще обязательно вернемся, а сейчас я хотел бы прочитать место из книги Даниила, чтобы подтвердить свои слова. Даниила, вторая глава с 24 стиха. Мне необходимо вам это показать. После всего Даниил, и так тут ангел говорит Даниилу семьдесят седмин. При этом, как я сказал вам вчера, эти седмины это не недели, а годы. То есть одна седмина, символизирующая семь дней, это на самом деле семь лет. То есть каждый день этой седмины, недели, это один год. То есть седмина это не семь дней, а семь лет. Итак, семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление, обратите внимание на этот пункт, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Мы видим здесь перечисление из пяти пунктов. Первый пункт привести к концу беззакония и покончить с грехами. Второй пункт загладить беззаконие, примирение. Третий, чтобы приведена была правда вечная. Четвертый, чтобы запечатаны были видения и пророк, и пятый, помазать святого святых. Это означает, что Иисус будет коронован, помазан в цари над всеми народами. Аллилуйя. Итак, как я сказал, Бог дал Даниилу точное расписание того, как все это будет происходить. Если он сказал и не соблюдет то, что было сказано в Слове Божьем, то получается, что слова Бога были неточны, и у него нет точного расписания. Тогда то, что мы здесь читаем, неприменимо, но это не так. Его расписание точное. И он не случайно поместил это в свое слово. А теперь вернемся к 6-й главе Осии. И мы будем читать с 1-го стиха. Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня. Оживит нас через два дня. Вы помните в книге Иезекииля 37-й главе, Иезекииль сказал, что он стоял возле долины сухих костей. И он говорит о том, что это была открытая долина, и кости были очень сухими. Бог сказал ему, сын человеческий, могут ли эти кости ожить? На что он ответил, только ты это знаешь. Он повелел Иезекиилю пророчествовать жизнь в эти кости, и он начал пророчествовать сухие кости. Слушайте слово от Господа. Бог вдохнет вас жизнь, и вы живете. Он сказал, и когда я пророчествовал, послышался шум, и кости начали соединяться между собою. И затем эти кости начали покрываться мышцами, плотью и кожей. Но в них по-прежнему не было дыхания. Они уже не были сухими костями, но выглядели как трупы. И Господь сказал, сын человеческий, пророчествуй четырем ветрам, чтобы они подули на этих людей. И он сказал, когда я пророчествовал, подули ветра, и в них вошло дыхание. Они встали на свои ноги. Это была открытая долина, полная сухих костей, и вот все они живы. После этого Бог сказал ему, давайте снова откроем 37 главу. 37 глава. О, аллилуйя! Итак, мы открываем с вами 37 главу книги Иезекииля. Я должен показать вам, что написано в слове. С 11 стиха. И сказал он мне Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев. Стоит ли мне продолжать читать далее? Только посмотрите, кости сии весь дом Израилев. Кости сии весь дом Израилев. А вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества искажи им. Так говорит Господь Бог. А вот открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. Смотрите, он говорит, я введу вас в землю Израилеву. Вот это да. И следующий стих. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживется, и помещу вас на земле вашей, не в чужой земле, но в вашей земле. И узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. И знаете, что произошло? спустя много лет, в 1948 году они вернулись в свою страну и снова стали отдельным государством. После стольких столетий они снова одна нация. И он сказал через два дня. Как я говорил вам вчера, в один момент Бог оставил их до времени. Он поступил беспристрастно. Он оставил их и сказал, что не вернется к ним до тех пор, пока они не скажут, благословен грядущий во имя Господне. Он сказал, пока они это не скажут, он не вернется. Итак, давайте еще раз вернемся к Косии, 6 главе. Мне нужно еще вам кое-что показать. Оживить нас через два дня. Я только что прочитал вам из 37 главы Иезекииля, чтобы вы понимали, что значит, что оживит нас. Это крайне важно, потому что для Бога они были мертвы. Поэтому он говорит, что оживит нас, он вернет нас к жизни, в третий день восставит нас, и мы будем жить с пред лицом его. В третий день означает в третьем тысячелетии, по прошествии двух тысяч лет. Он говорит, что по прошествии двух тысячелетий они будут жить с пред лицом его, жить в Иерусалиме, а Иисус Христос будет править в тысячелетнем царстве из Иерусалима. В третий день мы будем жить с пред лицом его. Это означает, что в третьем тысячелетии наступит тысячелетнее царство Христа. Это важно. Кто-то скажет, но как мы можем быть уверены, что то, что здесь написано, касается последних времен? Потому что есть те, кто читает это местописание буквально и не связывает с пророчеством о последнем времени. Но я докажу вам. Третий стих. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. Видите? И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Вот это да! Еще раз прочтем. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. Явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. А теперь посмотрим пятую главу послания Иакова. Вы видите ее на экран. Как вы помните, Иаков был пастором в Иерусалиме. Он имел дело непосредственно с иудеями. Он был еврейским пастором еврейской общины в Иерусалиме. И смотрите, что он говорит. 7 стиха Иакова 5 глава. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелица ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Здесь речь идет о том же самом, а это означает, что Иаков думал об этом. Речь идет о пришествии Господа. Он говорит, он придет к нам как дождь. Иаков говорит, будьте долго терпеливы до пришествия Господня, и явление его будет подобно раннему и позднему дождю, сходящему на землю. Давайте посмотрим следующий стих, восьмой стих. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Он говорит здесь о том же самом. И вчера я говорил вам, что об этом сказал сам Иисус, просто чтобы вы знали. Он сказал, что вернется через два дня. Это его слова. И как сказал Петр, для Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Он это сказал не просто так. Он преследовал при этом конкретную цель. Он не говорит здесь абстрактно, что для Господа тысяча лет как один день. Он не обобщает. Он не имеет в виду, что один день может быть как сто лет или как сто тысяч лет. Нет, он говорит конкретно один день как Речь идет о Божьих абсолютных измерениях. Это истина Божия. Если бы он просто сказал, что у Господа один день, как тысяча лет, то мы могли бы подумать, что это просто общая фраза, нечто приблизительное. Но здесь мы ничего не предполагаем, мы знаем точно. Он намеренно добавил и тысяча лет, как один день. Это Божий абсолют. Слава Господу. Итак, поскольку мы находимся в этой эре церкви, мы находимся в рамках этих двух тысяч лет, хотя они уже подходят к концу, мы живем в самые последние дни. Мы находимся в самом конце этих двух тысяч лет. Я говорил вам вчера, чтобы вы отняли семь лет от конца двух тысяч лет, то есть должно пройти две тысячи лет без семи лет. И на это есть причина, на это есть своя определенная причина. Потому что, несмотря на то, что в конце этих двух тысяч лет мы вознесемся, через две тысячи лет, без семи лет, некоторые христиане, которые не были готовы, останутся на земле. Поэтому, когда мы уже вознесемся, они останутся в мире, им придется пережить время скорби. Итак, часть нас, христиан, останется на земле, а другие будут на небесах. И тем, кто останется на земле, придется столкнуться с Антихристом. Они будут проповедниками того времени. Поверьте, они будут проповедовать сырьянов, потому что они пропустили столь важное событие. И они будут убеждать, что то, что они говорят, истинно. Они скажут, «Я недостаточно верил, и вот я здесь». Они будут настойчивы. Они будут в серьезных отношениях с Богом. Но лучше, если у вас получится быть серьезным с самого начала. Они будут проповедовать, «Это будет время скорби». Эти семь лет входят в две тысячи лет. Вы понимаете? Мы будем уже вместе с Господом. Произойдет вознесение церкви, и я расскажу вам, что будет происходить в эти семь лет, пока они не закончатся. Будут происходить удивительные вещи. По мере прохождения скорби, эти христиане тоже к нам присоединятся и станут частью брачного пира Агнца, потому что на небе будет настоящий праздник. О, как жаль, что у меня нет времени сейчас обсуждать это с вами. В небе будет настоящая вечеринка. Представьте себе вечеринку, которую закатывает сам Иисус. Эту вечеринку нам устроит Иисус, и мы будем праздновать. И затем в конце этих семи лет мы вернемся на землю с Иисусом. А что в это время будет происходить в мире? Будет Армагеддон. Будет война. Будут сражения. Они попытаются разрушиться Иерусалим. Они попытаются уничтожить Израиль. И будет сражение. Весь мир будет в этой битве. А мы будем смотреть на это с неба. И потом Иисус позовет нас. Ну что, ребята, спускаемся. Он будет нашим великим полководцем. Мы будем его воинством, и мы спустимся на землю вместе с ним, вслед за ним. При этом без всякой спешки, потому что это увидит абсолютно весь мир. И мы будем потихоньку спускаться. Они взглянут на небо и увидят титул Иисуса. Поверьте, Антихрист сильно испугается. Почему? Потому что он уже обольстил весь мир. Библия говорит, что он возомнит себя Богом, займет место Бога в Божьем храме. Потому что к тому времени храм в Иерусалиме уже будет восстановлен. Он войдет в этот храм и воссядет в нем как Бог. И в то время ему будут поклоняться во всем мире. К тому времени во всем мире установится одна мировая религия. И вот мы спускаемся с небес. Он видит того, кто носит титул «Царь царей и Господь господствующих». Увидев такой титул, Антихрист не на шутку испугается. Он начнет убеждать народы, нужно прекратить битву здесь. Мы должны сразиться с ним. Вот он идет. Они направят свое оружие против нас. Только они не сработают, потому что мы не из этого мира. Их оружие сделано для борьбы с людьми, а не с богами. И вот мы спускаемся с небес. Они палят по нам, артиллерией, но она не срабатывает. И затем Библия говорит, что из уст Иисуса выйдет меч, и из его глаз будет исходить настоящий огонь. Смотрите, я должен вам это прочитать. Давайте посмотрим второе послание Фессалоникицам, вторую главу. Я начну читать вам с третьего стиха. Напоминаю, это второе послание Фессалоникицам, вторая глава. Третий стих. «Так мне нужно поторопиться, чтобы все успеть. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет доколе, не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Его называют «сыном погибели». У Антихриста несколько титулов. «Он сын погибели». И также его называют «человеком греха», противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Это то, что я вам говорил. Теперь вы видите это в Писании. И теперь смотрите, пятый стих. «Не помнится ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это?» И ныне вы знаете, что он не допускает открыться ему в свое время. Давайте посмотрим, как передано слово «не допускает» в новом переводе. И теперь вы знаете, что удерживает его, чтобы он открылся в должное время. Вот что удерживает его. Он не может открыться сейчас, как я уже вам говорил, потому что мощная сила Божия в нас, огонь Божий в нас. Мы в большинстве своем этого не осознаем. Вы знаете, что значит быть исполненным Духом Святым? Знаете, что это означает? Мы не простые существа. Не беспокойтесь. Я дам вам еще несколько мест Писания. Он говорит, «И теперь вы знаете, что удерживает его, чтобы он открылся в должное время. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей». Теперь, когда мы будем взяты из среды, когда мы вознесемся при звуке трубном. Итак, пока не будет взят от среды удерживающей. Я дам вам Не переживайте, я сейчас не к вам обращался. Итак, первое послание к Пессалоникицам, 4 глава. Я буду читать с 14 стиха. Хотя нет. Давайте лучше начнем с 13 стиха. Все нашли это место, да? Готовы? 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья в неведении, об умерших». Он говорит о телесной смерти, когда христиане умирают, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Хорошо, а теперь следующий стих. «Не забудьте, что речь идет об умерших в Иисусе». Идем далее. «Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господнем, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Аллилуйя. А теперь давайте откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу. «Слава нашему Господу!» Это так замечательно. Мы будем смотреть с 51 стиха. Посмотрим перевод Библии. Слава Богу. Перевод короля Иакова. Там, мне кажется, изложено понятнее. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 51 стиха. «Говорю вам тайну». Тайну. «Не все мы умрем». Это означает, что не все умрут. Кто-то скажет «нет, все люди умрут». А вот и «нет». Написано. Не все мы умрем, но все изменимся. Вот это да. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе. «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». А мы изменимся. Это просто удивительно. А теперь смотрите следующий стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлене. И смертному сему, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлене, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть с победою». «Смерть, где твое жало?» «Ад, где твоя победа?» «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». «Благословен Господь!» Вдруг во мгновение ока настолько быстро все произойдет. Кто-то много лет назад сказал мне, «Я схвачу тебя за ногу и полечу с тобой». А я сказал, «Нет, все произойдет слишком быстро. Просто бам, и все. И газеты будут пестреть заголовками. Исчезли миллионы людей. Их больше нет на земле. Они все исчезли. Пока мы здесь, Антихрист не может прийти сюда. Пожалуйста, поймите. Пока мы на земле, он не может захватить власть. Пока мы не вознесемся на земле, не может быть никакого мирового правительства. Этого не произойдет. Пока мы на земле. Не может быть никакого мирового правительства, пока мы все еще здесь. Не может быть никакой единой мировой экономики. Если они хотят это внедрить, пусть молятся, чтобы мы быстрее вознеслись Только так Не может быть речи об одной мировой религии, пока мы здесь И никак иначе И, кстати, на всякий случай, чтобы вы знали, о чем идет речь Евангелие от Иоанна 16, глава 33 стих Послушайте, что говорит нам Иисус «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир» «В мире будете иметь скорбь, но...» «Мужайтесь, я победил мир» Он победил мир не для себя Он сделал это для нас Он говорит «Мужайтесь, я победил мир» Он говорит «В мире у вас будут скорби» И послушайте, какие бы проблемы нас не настигали Если мы будем молиться, то какой бы тяжелой ни была проблема Мы можем все изменить через молитву Но нужно молиться Когда мы молимся, мы все меняем Что бы ни происходило Скорби, кризис, тяжелые времена Послушайте Первое послание Иоанна Четвертая глава Мы прочитаем с первого стиха по четвертый или даже по пятый стих Итак, возлюбленные сказаны здесь «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире Духа Божия узнавайте так Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога А всякий дух, который не исповедует, заметьте, не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире» Вы понимаете? Что бы они там ни планировали в мире Он говорит «Дети, вы от Бога», то есть ваше происхождение в Боге Вы имеете его ДНК Вы не от этого мира Вы от Бога, и вы победили их Есть причина на то, что вы их победили Не потому, что вы стараетесь их победить Но потому, что тот, кто в вас Больше того, кто в мире Что бы они ни планировали в этом мире Тот, кто внутри нас, больше Он сильнее Итак, что же делать нам? Римлянам 5 глава 17 стих Давайте посмотрим Ибо если преступлением одного Смерть царствовала посредством одного То тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа Вы царствуете не в небесах, но уже на земле Мы царствуем в нем Эти две тысячи лет дарованы нам Мы сонаследники Христу Нам дана власть в имени Иисуса В Библии сказано, что Отец дал Ему имя выше всех имен И пред именем Иисуса преклонится всякое колено Небесных, земных и преисподних Все три мира Небеса, земля и преисподняя Преисподняя значит ад Имя Иисуса имеет власть и там У Него вся власть Эта власть действует уже сейчас Иисус сказал, идите во имя Мое Он дал нам Представительскую власть Пользоваться Его именем Жить в Его имени Потому что бы они не предпринимали Если мы скажем, что это не сработает Это не сработает Мы диктуем, что произойдет За все эти две тысячи лет Единственный раз, когда Антихрист Будет иметь власть над святыми Божьими Согласно тому, что говорит Библия После нашего вознесения Когда остальные останутся Они не будут вознесены с нами Они не послушали нас вовремя Но они будут проповедовать после вознесения И многие уверуют Библия говорит Что огромное число людей Обратятся в веру в Иисуса Христа После нашего вознесения В течение семи последующих лет Библия говорит, что Антихрист Будет жесток с ними И будет иметь власть над ними Библия говорит, что Сам Бог позволит ему Возобладать над ними Он будет поступать с ними жестоко И это единственный раз в истории мира Когда Антихрист Будет господствовать над христианами Это случится в течение семи лет После нашего вознесения Пока мы здесь на земле Нет такой силы в этом мире Которая возобладает над нами Так написано в слове Нет такой силы в этом мире Которая могла бы господствовать над нами Помните, как мы читали В 12 главе Книге Деяния апостолов Что Иаков, брат Иоанна Был арестован Его убили Ирод приказал его схватить Они арестовали Иакова И убили его так же И после этого Иудеи возрадовались Им это понравилось Ирод был так счастлив Потому что подскочила его популярность Он решил Получается Если я и дальше буду убивать христиан Моя популярность будет только расти Он всегда пытался чем-то угодить иудеям Потому что сам Ирод не был иудеем Он был потомком Исавы Едомлянина Итак, когда он понял Что казнь Иакова понравилась иудеям Он решил схватить так же и Петра Он подумал Если я схвачу главного А Петр был у них старшим апостолом То я стану очень популярным Может даже таким же популярным Как кесарь И вот они арестовали Петра И затем мы читаем Что церковь стала прилежно молиться Они Устроили молитвенную цепочку Как мы делаем сейчас Они все начали усердно молиться По очереди Вы можете прочитать об этом В 12 главе книги Деяний Они молились повсюду И когда они молились Случилось чудо Для нас нет ничего невозможного Если только мы решим Что сделаем это Нас ничто не остановит Нет такой силы в мире Которая может возобладать над нами И они начали молиться Библия говорит Что они непрестанно молились И как результат их молитвы Ангел Господень Вошел в темницу И в это время Петр спал Между двумя воинами Ирод намеревался казнить его После Пасхи Представьте Приблизительно в это время года Но много лет назад Итак, представьте Ангел входит в темницу А Петр спит Ему пришлось его будить Его ожидала казнь А он спокойно спит Между двумя воинами А воинам было запрещено спать А Петр, тем не менее, спал Ангел приходит И будит его Петр Обувайся Мы уходим Библия говорит Что от слов И от присутствия ангела Оковы пали с ног Петра Ангелу не пришлось Открывать Замок на цепях Цепи просто упали Петр последовал за ним Они дошли до первых дверей И двери отворились Хотя это были Не электронные двери Это сделало Присутствие ангела Они подошли Ко вторым воротам И те открылись В тот же миг Третьи Главные ворота Тоже тотчас Отворились Что случилось С воинами Они все уснули Ангел проходил И они впадали в спячку Падали как домино Ангел и Петр Не особо торопились А ангел Вывел его И просто сказал Ступай Иди Он не пытался Его где-то спрятать Они не убегали В ужасе оттуда Если Бог Только что Его освободил То если надо Он освободит Его еще раз Если его вдруг поймают И вот Петр Идет к своим братьям А они все еще Молятся вместе Он стоял у дверей А они все еще Непрестанно Прилежно молились Братья и сестры Для нас нет Ничего невозможного Если мы Только молимся Павел Несколько раз Писал своим братьям Молитесь обо мне Чтобы я мог Прийти к вам Его арестовывали Несколько раз Он просил их Молитесь обо мне Чтобы Господь Открыл нам дверь Дабы возвещать Евангелие Молитесь обо мне И поэтому я призываю вас Молиться о служителях Евангелия Отнеситесь к этому Серьезно Пожалуйста Отнеситесь к этому Очень серьезно Многие вещи От которых Сегодня страдает Церковь Происходит Из-за недостатка Молитвы Все возможно Тем, кто молится Весь мир у наших ног Но нам нужно молиться С помощью молитвы Мы сможем Изменить Абсолютно все И даже сейчас Со всеми их планами Нас не страшат Современные технологии Мы выше их Мы будем использовать Технологии Чтобы проповедовать Евангелие И что бы ни происходило Мы сильнее всего этого С чем бы нам Не пришлось Столкнуться Мы сильнее Какие бы новые правила Не ввели Мы выше этого И мы с вами Не жертвы Обстоятельств Мы в этом мире Не жертвы Может кто-то пытается Относиться к нам Как к жертвам Но мы не жертвы Библия говорит Что вся сила у Бога И тот, кто в нас Больше того, кто в мире Слава Иисусу Христу Итак, мы с вами Должны учиться молиться Мы должны учиться молиться Послушайте Важно понять Что этот мир Принадлежит нам И если мы будем молиться То у нас не будет Места страху Нам нечего бояться Павел сказал нам Что мы сражаемся Не против крови и плоти Но перед этим Он еще кое-что сказал Давайте прочитаем Это указано В 6 главе послания К Ефесиным С 10 стиха Наконец, братья мои Укрепляйтесь Господом и могуществом Силы Его Вы понимаете? Не своей силой Но могуществом и силой Его Его силой И Его способностью Творить чудеса Он говорит Укрепляйтесь Господом и могуществом Силы Его А потом Он говорит Облекитесь Во всеоружие Божие Чтобы вам можно было Стать против козней То есть против Стратегий Дьявольских Потому что наша брань Не против крови и плоти Но против начальств Против властей Послушайте Вам не нужно переживать Кто этот человек И с какой он будет Страны Если вы имеете власть То вам все равно Кто что старается Предпринять Мы над ними И мы сможем Их остановить Мы не должны сидеть Как мышки Которые боятся кота Мыши хотели Повесить колокольчик Чтобы если кот Войдет в комнату Они могли услышать Колокольчик И убежать Мыши сначала Обрадовались Этой идеей А потом их осенило Кому-то же Надо надеть На его шею Колокольчик Кто этим займется И с этой проблемой Им не удалось Справиться Но слава Господу Нам с вами Нечего бояться Потому что Во Христе Нам дана Всякая власть Над сатаной Дьяволом И Иисусу Дана власть И Иисус сказал мне Что я могу Изгонять сатану Позже Сатана Даст Антихристу Власть Над миром Но пока мы с вами Здесь на земле Не беспокойтесь Он не может появиться Он не может появиться Сейчас Потому что власть Принадлежит святым Он откроется Уже после нашего Вознесения Об этом говорит Библия Мы имеем силу Во Христе И не имеем страха Поэтому не бойтесь Новых правил Которые вводятся В этом мире Какие бы ни были правила Мы будем над ними Просто помните Об этом Мы выше этого И благословенном Именем Иисуса Мы можем отменить Любое правило Которое нам не нравится К примеру Правило Обязательные Вакцинации Послушайте Этого не произойдет Я уверяю вас Это уже Отменено в духе Мы отменили это И поэтому нам Абсолютно Без разницы Кто пытается Это внедрить Все равно Этого не произойдет Потому что Властью В имени Господа Мы отменяем Данные правила Навсегда Вся земля Принадлежит Господу И он дал нам Право ходить По этой земле И никто Нас не остановит Мы ходим Во власти Господа Вы знаете Мы молимся Семь дней И мы ощущаем Этот прорыв Вся слава Нашему Господу Пусть нашему Господу Будет слава Во веки Будь прославлен Господь Тебе принадлежит Вся слава Тебя окружают Ангелы Божии Они служат Себе И ты, Господь Достоин хвалы На небе И на земле Потому что Ты сотворил Все на небе И на земле И ничего Не было сотворено Без твоего участия Он один Достоин всей хвалы Только ты один Господь Достоин всей хвалы Поклонения И обожания И обожания Откройте свои уста И молитесь О, я благодарю тебя Господь мой Откройте Свои уста И молитесь Говорите с Господом Мы не боимся Сил тьмы Потому что Мы имеем Господство Над всякой силой Вражьей Над всеми силами тьмы Силой Христа Силой Воскресшего И живого Господа Мы отменили все намерения врага Продвигаться вперед Он не имеет силы Мы нарушили его планы Враг не может продолжать Осуществлять свой план Его планы Разрушены Лидеры мира Могут делать Лишь то, что угодно Праведным целям Святых Иисуса Христа Ничто не остановит нас И не ограничит нас В проповеди Евангелия Нет Мы вкладываем В свои уста Весть о спасении Народы принадлежат нам Нам принадлежат Народы Потому что Мы семя Авраама Мы семя Авраама Мы наследники По обетованию Божьему Восхвалите Его Поклоняйтесь Ему Поклоняйтесь Господу Поклонимся нашему Господу Он достоин Если вы еще не приняли спасение Если вы еще не приняли Христа В свое сердце Еще не познали жизнь Христа О которой я вам говорю То сегодня ваше время Повторите за мной эти слова Давайте скажем Давайте скажем Господь Бог Я верю в Иисуса Христа Сына Божьего Я верю, что Он Умер Чтобы спасти меня Я верю Что Бог воскресил Его Из мертвых И что Он сегодня жив Я исповедую Своими устами Что Иисус Христос Господь моей жизни С этого дня И через мою веру в Него Я принимаю вечную жизнь В свое сердце И в свой дух Спасибо Господь За то, что спас Мою душу И теперь я имею вечную жизнь Я теперь Дитя Божия Я рожден свыше Благодарю тебя Если вы сейчас произнесли Эту молитву с пастором Крисом Мы поздравляем вас И приветствуем Божьей семье Чтобы получить больше информации Как возрастать вхождение с Богом Звоните нам по телефону на экране Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому